всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду вы наверняка пробовали говядину черносливом а я предлагаю вам приготовить черносливом баранину это будет очень вкусно это будет просто это будет это будет просто бомба я сейчас сказал им все просто собрал немножко каюсь это конечно не такое блюдо где навалил все в кастрюлю огонь включил через час вернулся и съел повозиться придется но она то стоит поверьте да не настолько все сложно как вы сейчас подумали поверьте ветер разгулял слышите как будет в трубе ужас ладно мне сегодня понадобится баранина я попросил в магазине ножку распилить на куски ну просто если топором махать и будет много мелких осколков костей кроме того понадобится понятно чернослив миндальные орехи немного меда и лук и собственно все поехали во первых нужно заботиться срезанием мяса с костей потому что из костей я буду варить бульон и это кстати первый момент когда можно заранее упростить себе жизнь бульон то не обязательно из баранины и говяжий подойдет из птицы так что если у вас лежит в морозильнике сейчас кубик бульона большой смело используйте да а если у вас и домигляс имеется ну красный концентрированный бульон я вам показывал здесь посмотрите даже два раза показывал вам и из куриных костей и из говяжьих то его тоже можно использовать водой разбавить рост и все даже пожалуй вкуснее будет лучше и пусть кости варятся а в другой кастрюле с толстым дном у меня чугунок начну обжаривать мясо по-хорошему конечно надо бы перерыв сделать пока еще этот бульон сварится но пока я буду камеры переставлять свет меня так меня время и прибежит обжаривать мясо буду частями на оливковом масле хоть это и чугунный казан и толстый удобен он тем что большой и успевает завести много тепла но даже и в таком вот этот объем мяса придется жарить по крайней мере в два приема если жар с кастрюля поменьше или дно потоньше твое мясо меньше кладите зараз жарить надо ни в коем случае не до готовности а только вот до зарумянивания весь процесс то собственно задевается ради вкуса пожаристой корочки которая от мяса потом перейдет в соус смотрите какая красота до готовности мясо будет тушить уже после так следующая партия и пока она обжаривается надо нашинковать лука как именно рубить без разницы любом случае я после обжарки собираюсь пробить лук блендером для большей однородности соуса впрочем если у вас блендера нет или пачкать его не хочется однородности соуса все-таки хотите то рубить мелким кубиком и все все прекрасно разойдется так эта партия мяса тоже готова мы отложу в сторонку а здесь же начну обжарку лука лук надо обжаривать до румяности собственно все сегодняшнее блюдо строится вокруг разных сладких вкусов чернослива сладости луковой карамели меда знаете что добавлю-ка я хереса есть у меня в жакамах сладкий очень ароматный тоже прекрасно в дело пойдет вот смотрите лук уже карамельный значит можно хереса плеснуть спирт и моментально выпарится но вкус и аромат его останутся и вот сейчас самое время пройтись блендером для удобства кстати можно добавить немножко бульона вот так отлично и знаете и пожалуй остроты тоже а можно добавить на рублю острого чили есть у меня в закромах и сразу вместе с мясом его в чугунок баранина возвращаю и чили сюда же красота а между тем бульон у меня уже сварился так что и бульончик а сюда же пусть томится один час так что у меня перерыв а у вас аэроэкскурсия по кастабланке не скучайте сейчас у меня прошел мясо потушил и стал уже гораздо мягче продолжаю танцу с бобном к мясу отправляется палочка корицы у я вначале про корицу ничего не сказал да палочка корицы и парочка ложек меда кстати посолить уже тоже можно но соли сейчас без энтузиазма потому что еще далеко не все готово еще соус будет выкипать концентрация будет возрастать потому что объем будет уменьшаться так что это первое приближение по соли у меня перерыв еще минут на 15 а вас продолжение аэроэкскурсии и следующий этап мясо отправляется чернослив и миндаль и перемешать красота осталось уже совсем немного буквально 20 минут так что я пока подготовлюсь а для тех из вас кто не только смотрят эти ролики но и готовит кратенькая шпаргалочка по основным этапам готовки пока вы читали я ирис успел сварить мне кажется он нормально будет здесь в тему я уже голодный вот оно чудо пряная баранина с ароматом хереса меда чернослива корицы и соус густящий какой чудо ну и немного зелень тоже будет в тему совсем чуть-чуть петрушки вот так ну и только попробуйте мне сказать что это невкусно сначала конечно баранинка к вопросу о баранинке видите расползается потому что мягкая супер это какой-то мясной десерт мягкая баранина с такими сладкими вкусами чернослив и орешки и очень тонко чувствуется острота перца чили может даже можно было и побольше его положить слушайте мне очень нравится блюдо вы знаете там где мясо тушится и вдвойне нравится там где не просто мясо тушится но когда оно еще обладает яркими вкусами и вот здесь вот это сочетание хереса кстати место хереса можно использовать к примеру портвейн или другие сладкие вина хереса меда чернослива орехов и перца ну просто какая-то вкусовая бомба приготовьте это это классно и кстати по такому же принципу можно не только баранину но и говядину приготовить и возможно свинину огромное спасибо что досмотрели до этого слюноделительного момента огромное спасибо тем кто ставит лайки кто ставит дизлайки и тем кто делает репосты отдельная благодарность постоянному спонсору самури и всем пока и и и и и